В нашем доме поселился замечательный сосед. Такие строчки вряд ли бы написали в наши дни. Чаще всего со своими соседями мы не знакомы, а если слышим, что творится за тонкими стенами квартиры, то стараемся ничего не замечать. Но такое отношение может привести к печальным последствиям. Министерство внутренних дел объявляет старт акции «Неравнодушный сосед». Семейные ссоры, к сожалению, иногда ничего не стоит перерасти в бытовое преступление, а их число растет от года к году. Чаще всего они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов большое внимание в этом вопросе уделяют профилактической работе. По данным, на 1 октября на учете стоит около 1500 человек, которые совершили преступления на семейной бытовой почве. В период до начала 90-х годов любого хулигана могли предостеречь. Это имело большое значение общественное мнение, общественная оценка поступков граждан. А сейчас мы видим то, что очень сложно даже следователям и оперативным работникам узнать правду от граждан. У нас население замыкается. Посягая на чьи-то права в домашних условиях, человек чувствует уверенность в своей безнаказанности. А зависимость от супруга, страх потерять семью, опасения за свою жизнь и жизнь детей зачастую заставляют женщин идти на примирение с обидчиком. Такая ситуация не может не сказаться на детях, что влияет и на рост подростковой преступности. Двое потерпевших у нас обратились только сами. Но тут, конечно, уже вопрос, скажем так, спорный. Одна девушка, 17-летняя, обратилась на своего дедушку, который, в общем-то, выпорол ее за то, что она начала хулиганить. И в одном случае, значит, девушка, сожительствуя с мужчиной и имея уже общего ребенка, обратилась по факту нанесения побоев. В остальных случаях все-таки у нас обращаются мамы, бабушки, папы. Но вот, к сожалению, из учреждений соцзащиты у нас поступило всего два сообщения. Порой усилий только правоохранительных органов недостаточно. Необходима и помощь общества. Каждый может стать тем самым неравнодушным соседом и обратиться в полицию. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.